Как живет Луганск в условиях постоянных арт-обстрелов и периодических авиаударов? От чего страдают местные жители? Корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Демченко приехал в осажденный город, чтобы найти ответы на эти и многие другие вопросы. Луганск не в блокаде и проблем с продуктами нет. Они поставляются сюда из Донецкой республики, из России, да и из Украины. Продавцы уверяют, что готовы обеспечить питание всех. Они наоборот, жалуются на недостаток покупателей. Из-за того, что из Луганска уехало очень много жителей, им некого продавать свои продукты. Ассортимент небольших продуктовых магазинов и супермаркетов почти не отличается от довоенного. Единственный товар, на нехватку которого жалуются жители, это сигареты. Цены в супермаркетах все последние месяцы оставались на одном уровне. А вот на центральном рынке даже немного снизились. Что там сразу бросается в глаза – большое число свободных торговых мест. Я могу сказать, что людей стало меньше на рынке. То есть, но дефицита продуктов нет? Нет, дефицита нет у продуктов. Наверное, дефицит покупателей. Хватает, да. Покупателей действительно дефицит. Люди поуезжали, потому что боятся стрелять. Поставки потихоньку идут. Много не заказывают, потому что людей нет. Людей много выехало. Из-за этого всего кошмара и ужаса. В середине июня был момент, когда Луганск остро нуждался в инсулине. Но, как заявили и в администрации ЛНР, и в госсовете, эта проблема решена. Все больницы работают, нужды в медикаментах нет. Проблемы сейчас существуют, естественно, с утечкой кадров, потому что вся ситуация людей пугает. Поэтому приходится иногда какие-то вопросы закрывать именно кадровые, там, уже чисто человеческим фактором, когда люди выходят, там, несмотря на то, что там у нерабочей, у них еще что-то. Проблем с медикаментами, проблем сейчас каких-то коммунальных, слава богу, на настоящий момент абсолютно нет. В пятницу глава Луганской народной республики Валерий Болотов объявил о формировании нового правительства республики. Наступил новый этап в развитии ЛНР – формирование гражданского профессионального правительства. Сейчас жизненно важно создать команду квалифицированных специалистов, способных в кратчайшие сроки наладить работу по основным направлениям восстановления и развития Луганской народной республики. Пришло время заняться бюджетом, социальной сферой, созданием новых рабочих мест, восстановлением предприятий, уделить должное внимание образованию, науке и культуре. Нам необходимо провести административно-управлическую реформу, призванную максимально приблизить людей к управлению нашим регионом. Также Болотов заявил, что луганская милиция расформирована. Часть правоохранителей разошлись по домам, другая ушла на территорию Нацгвардии. Порядок в городе поддерживают десятки групп быстрого реагирования ополченцев. КОНЕЦ КОНЕЦ